Монумент, слава и бесчисленное количество цветов у вечного огня. Дочь Елены Плотниковой Полина стала лауреатом конкурса полководцы победы. Елена рассказывает, в семье есть свои герои, оба деда воевали. Говорит, рисунок ее дочери – дань памяти им и всем, кто в годы войны защищал страну. Мы с ней обсуждали, вспоминали, как мы ходили на Самарскую площадь 9 мая, как мы с ней ходили на парад, парад памяти мы участвовали. И как бы у нас совместно, она сказала, меня впечатлило, когда много-много цветов у вечного огня. И мы решили с ней изобразить вот этот вот момент. Конкурс полководца победы проводится в преддверии парада памяти и впервые на городском уровне. Свои рисунки на суд жюри представили более 300 школьников со всей Самары. Сюжеты самые разные. Портреты полководцев и ветеранов, картины боя и легендарное знамя победы над Рейхстагом, а по соседству сцены мирного времени и семейного уюта. Очень грамотно, я считаю, очень сильно. Даже вот семилетний ребенок, я на выстеке сейчас видел, очень хорошо нарисовал. Парад и даже высказания мы помним, как уходили на фронт. Это живой пример патриотизма и героизма, доблести. Именно это знание, именно этот исторический кусочек мы должны передавать поколение к поколению, потому что он является предметом нашей гордости. Лауреатами становится 45 человек. Награды победители получают из рук командующего парадом памяти генерала-майора Александра Протченко. Не просто я генерал, а я и дедушка, и отец, поэтому у меня есть дети, есть внуки, поэтому я смотрю на них и сравниваю о том, что это наше поколение, наше поколение растущее. В преддверии парада 7 ноября в Самаре также проводятся конкурсы стихотворений, сочинений, агитбригад, школьных музеев и изданий. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События.